Пальцы особо ничего не хватают Вот, два пальца Да, так она уже не сыграет, блять Так она уже не сыграет Так, зима, она большая Сейчас скажу, что это было перед последним его походом Сто процентов Что пьешь? Кофе А где взял? У тех ребят на прошлой неделе Стыдно признаться вы, что он не обошелся, но... Пить можно Я бы разобралась с этим Я знаю Это она про того, который кричал И прекратила доставать Джесси насчет меня Который лесбухой кидался в этом баре Это он, наверное Дина Она твоя девушка? Нет Нет, она просто один поцелуй ничего не значит Не знаю, зачем она так Она тебе нравится Как глупо Слушай, я без понятия, чего она там хочет, но... С тобой ей бы очень повезло Какой же ты козел Че это? Я не пытаюсь тебя... Я бы лучше умерла в больнице И жизнь бы имела смысл Ты меня этого лишил Если бы я мог вернуться в тот момент Я бы поступил точно так же Да Я просто Вряд ли смогу тебя за это простить Но я попытаюсь Спасибо Спасибо Ладно Увидимся Увидимся Да Ну да Это что-то меняет Это что-то меняет Она не оказалась такой Как нам ее показывали в всю игру По сути Точнее, она как бы Ясен хуй она такая Но не настолько такая Насколько все могли подумать Она, скорее всего, поняла его И поняла, что он хотел Что он делал И почему он это делал Для чего он это делал Это ясно Это понятно Ну, я не знаю Короче Как В принципе Игра хорошая Ничего плохого Про игру не скажу Все там эти оценки Которые были на ее выходе Там, блять По три балла из ста По два балла из Все хуйня Это все Крики просто Людей, которые Разочаровались Убийством Джоэла И то, что все Вот это вот Шумиха, хуиха По итогу Игра хорошая И как бы Под конец Она становится Ну, прям вообще Хорошей Потому что Тебя совершенно Переворачивает Все твое мнение Обо всех этих персонажах Обо всех этих людях То есть в начале Каждый любой Был готов Этого, блять, Эбби Порвать нахуй На четыре стороны Чтобы она просто, блять Разлетелась кусками По всей планете А под конец Уже все Под конец Ты уже за нее Переживаешь больше Чем за Эльку Просто уже больше Переживаешь Не знаю почему Да, то-то-то пишет Типа Да-да, она убила Там, блять Кучу народу Так же Своих всех перестреляла Мразь, ебаная Но не знаю По всему тому Что показали За нее все-таки Как-то больше Переживания Вот это Это, конечно Все исправляет Вот про Эльку Сейчас это все Исправляет То есть она До конца Не сломалась Она в конце Взяла И каким-то образом Себя пересилила Наверное, она подумала Что это все Не должно так заканчиваться И как бы Становиться Последним мразью В глазах Вообще всех Кто в меня играет И кто на меня смотрит Она, наверное, не стала Как бы все-таки Если бы не Томми Наверное В той серии Когда он пришел Начал ебать ей мозги Скорее всего Она бы и не пошла Да, ее бы мучила совесть Да, она бы страдала Но она бы, наверное, не пошла Тут она пошла Тут она поняла Что Ну, она все сделала Она могла все Она могла ее убить Все, без проблем Там ничего уже не мешало Но ее остановило то Что, скорее всего Она не хотела Становиться полной мразью В глазах всех Абсолютно Наверное В первую очередь В глазах самого Жойла Потому что Он ей флэшбэчнулся И, наверное, она подумала В смысле До чего я, блядь, докатилась Подумала она И Собственно Передумала Привет Это она, типа, пришла Тем вечером Что пьешь Кофе А где взял У тех ребят На прошлой неделе Стыдно признаться вы, что он мне обошелся Но Пить можно Я бы разобралась Я знаю И прекрати уже доставать Джесси Насчет меня Кхе-кхе-кхе Дина Она твоя девушка? Нет Нет, она Просто Один поцелуй Ничего не значит Не знаю Зачем она так Она тебе нравится? Как глупо Слушай, я Без понятия, что она там хочет Но С тобой ей бы Очень повезло Какой же ты козел Я не пытаюсь тебе Я бы лучше умерла в больнице И жизнь бы имела смысл Ты меня этого лишил Если бы я мог вернуться в тот момент Я бы поступил точно так же Да Я просто Вряд ли смогу тебя за это простить Но Я попытаюсь Не успеешь простить его К сожалению Спасибо Ладно Увидимся Да Ну хотя бы на такой хорошей ноте Растались Да слишком жестоко Это слишком жестоко Это я не знаю Это хереннейшая игра Пусть все сосуют Но игра хереннейшая Слушай, она вызывает шикарнейшая эмоции Геймплей невероятно Прекрасный Графика Охуенная Да и в целом Огонь игра Самую лучшая игру 2020 года Какой бы не был бы охуенный Киберпанк А он будет охуенный Для меня 2020 год Это Зеластопаст 2 Самая охуенная игра Самая охуенная игра Ну Нормально Привет Что пьешь Кофе А где взял? У тех ребят На прошлой неделе Стыдно признаться Что он не обошелся Но Пить можно Я бы разобралась с этим Да какой живой это Очередной флэшбек Я знаю И прекрати уже Доставать Джесси Насчет меня Ладно Дина Она твоя девушка? Нет Нет Она Просто Один поцелуй Ничего не значит Не знаю Зачем она так Она тебе нравится Как глупо Слушай Я без понятия Чего она там хочет Но С тобой Ей бы Очень повезло Какой же ты козел Я не пытаюсь Я бы лучше Умерла В больнице И жизнь И жизнь бы Имела Смысл Ты меня Этого Лишил Если бы я мог вернуться В тот момент Я бы Поступил точно так же Джоэл клевый Да Джоэл клевый Согласна Да Но все равно Персонажи этой игры Не воспринимаются Как персонажи первой части Абсолютно Это Другие люди Я просто Вряд ли смогу тебя За это простить Но Я попытаюсь Спасибо Спасибо Ладно Увидимся Джоэль Один Один Джоэль Тащит всю игру Всю игру Даже несмотря Что его так нелепо Убого Говняно Слили В самом начале Даже Даже какие-то Отголоски Джоэля Тащит всю игру И только на нем Все держится Не Ну знаете Несмотря на то Что мне очень во многом Игра не понравилась Я говорила Концовка Как-то Даже Зашла немного Атмосферно Атмосферно Но Все что Большая часть Конечно игры Это просто что-то Не стоит Говорю еще раз Эту игру В связке с предыдущей частью Хоть как-то воспринимать Ну на мой взгляд Это то что поможет Да Людям Более-менее нормально В эту игру поиграть Это Не ощущать Вот этой вот связки То есть Фанатам Да Сложно Это конечно Очень Будет И Это очень сильно нам По сердцу ударило Да Вот эти все моменты Сюжетные повороты И слишком много Сконцентрировали Внимание на том На чем не надо было Абсолютно концентрировать Я бы выбросила Просто Господи Да я все по-другому Сделала Ну кто меня спрашивает Да Эту игру я буду воспринимать Как Игру из другой вселенной Знаете Такой фанфик Я прошел всю игру Я молодец Жалко Эбби и Малова Жалко всю семью Третью часть я очень жду Привет Здрасте Что пьешь? Кофе А где взял У тех ребят На прошлой неделе Стыдно признаться Что он не обошелся Но Пить можно Я бы разобралась С этим Я знаю И прекрати уже Доставать Джесси Насчет меня Ладно Дина Она твоя девушка Нет Нет Она Просто Один поцелуй Ничего не значит Не знаю Зачем она так Она тебе нравится Как глупо Слушай Я Без понятия Чего она там хочет Но С тобой Ей бы Очень повезло Какой же ты козел Я не пытаюсь Я бы лучше Умерла В больнице И жизнь Бы Имела Смысл Ты Меня Этого Лишил Если бы я мог вернуться В тот момент Я бы Поступил точно так же Да Я просто Вряд ли смогу тебя за это простить Но Я попытаюсь Спасибо Спасибо Ладно Ладно Увидимся Да Вообще Странный финал Вообще Странно Все вот так вот Но Мы так долго К этому шли Ну Понятное дело Что хэппи-энда Здесь никто особо Не ждал Как бы Да То есть Мы даже надеялись Ну Была мысль Что могут убить Элли Что могут убить Эбби Что могут Кого угодно Здесь убить Ну что убить Джоэла Никто не сдал Все Добили мы с тобой игру Запомни этих чуваков Если где-нибудь Увидишь их на улице Когда-нибудь Пожми им руку И скажи Что вы Чуваки Просто Блядь Молодцы Вы сделали Охуительную игрульку Даже нет Это игрище Это не игрулька Это игра Блядь С большой буквы Которую должен Поиграть каждый Да Вы посмотрели Прохождение Вы услышали Мое мнение Теперь нужно Если у вас Есть возможность Поиграть Самостоятельно И ощутить Эту историю Через себя Ее полностью Пропустить И сделать Какие-то Свои выводы Но это было круто Это было классно Я не знаю Что могут сделать В третьей части Будет ли она Вообще В принципе Ну там На PlayStation 5 Например Но в этой вселенной Можно развивать Много чего Как бы Вот такие вы дела Мне тоже надо Где-то отдохнуть Ну конечно Что ж в конце Это запихнуть Привет Что пьешь Кофе А где взял У тех ребят На прошлой неделе А Стыдно признаться Что он мне обошелся Но Пить можно Я бы разобралась С этим Я знаю И прекрати уже Доставать Джесси Насчет меня Ладно Дина Она твоя Девушка Нет Нет Она Просто Один поцелуй Ничего не значит Не знаю Зачем она так Она тебе нравится Как глупо Слушай Я без понятия Чего она там хочет Но С тобой Ей бы Очень повезло Какой же ты Какой же ты козел Я не пытаюсь Я бы лучше Умерла В больнице И жизнь И жизнь бы имела Смысл Ты меня Этого Лишил Если бы я мог вернуться В тот момент Я бы поступил точно так же Да Я просто Я просто Вряд ли смогу тебя за это простить Но Я попытаюсь Спасибо Спасибо Ладно Увидимся Да Ой 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 Вот Я не знаю Очень сложная игра Противоречивая Очень Я не могу сказать Что она плохая Она хорошая Но Но Я все время Повторяла одно и то же Сейчас скажу то же самое Блин Сложно говорить Прям плакать хочется Я не могу воспринимать Короче Это как Продолжение Last of Us 1 Мне не удается Те же самые герои Но они Другие Вы говорите Что Они другие Потому что Мир стал жестче Ну Возможно Но я не могу Ах Привет Ребята Музыка остается Человек умирает А музыка остается Что пьешь? Мораль басни Такова Кофе А где взял? У тех ребят На прошлой неделе А Стыдно признаться Вы что он Не обошелся Но Пить можно Я бы разобралась С этим Я знаю Пацаны Хорош курить Как меня Ладно Дина Сейчас последнюю Горит Она твоя Девушка? Нет Нет Она Просто Один поцелуй Ничего не значит Не знаю Зачем она так Она тебе нравится Как глупо Слушай Я Без понятия Чего она там хочет Но Ватуре С тобой Ей бы Очень повезло Какой же ты козел Я не пытаюсь Я бы лучше Умерла В больнице И жизнь Боимела Смысл Ты меня Этого Лишил Может быть Смерть Имела бы Смысл Если бы я мог Вернуться В тот момент Я бы Поступил Точно так же Да Я просто Вряд ли смогу тебя за это простить Но Я попытаюсь Спасибо Ладно Увидимся Да Блядь Он плачет Слушайте Вы все Сидите Говорите Хуйня А мне Понравилось Типа Вы ноете Блядь Потому что Джоэла Убили Блядь Тут игра Играет На ваших Чувствах Фанатских Алло Сюжет Сюжет Сильный Но он Растянут Очень Сильный Из-за этого Пропадает Вообще Сама Сила Блядь Сюжета Логическое Логическое Завершение Игры Это Где Они Разошлись Они Нянчат Годовасика И вот Вот он Логический Конец Зачем Дальше Растянули До Пиздеца Где Все Потом Проебано Было Непонятно Либо Надо Было Постараться Над Возможностью Выбора Пойти Или Не Пойти И Тогда Игра Получила Блядь Мою Оценку Еще Больше Чем Есть Есть Привет. Что пьёшь? Кофе. А где взял? У тех ребят на прошлой неделе. Стыдно признаться, что он мне обошёл спину, но... Пить можно. Я бы разобралась с этим. Я знаю. И прекрати уже доставать Джесси насчёт меня. Ладно. Дина. Дина. Как глупо. Слушай, я без понятия, чего она там хочет, но... С тобой ей бы очень повезло. Какой же ты козёл. Я не пытаюсь тебя... Я бы лучше умерла в больнице. И жизнь бы имела смысл. Ты меня этого лишил. Если бы я мог вернуться в тот момент... Я бы сделал тоже с тобой. Я бы... поступил точно так же. Я бы... Я бы... Я бы... Вряд ли смогу тебя за это простить. Но я попытаюсь. Спасибо. Ладно. Увидимся. Да. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну прикол. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 С тобой ей бы очень повезло. Какой же ты козёл. Я не пытаюсь тебя... Я бы лучше умерла в больнице. И жизнь бы имела смысл. Ты меня этого лишил. Если бы я мог вернуться в тот момент, я бы поступил точно так же. Да. Я просто... Вряд ли смогу тебя за это простить. Но я попытаюсь. Спасибо. Ладно. Увидимся. Увидимся. Да. Я думаю, уже можно сказать. Насчёт концов... Я оценю игру. Там были вопросы. 6 из 10. Так, что дальше? Насчёт концовки. Это не... Это не гениальная игра. Те, кто пишут, что концовка гениальная, это слишком. Она не гениальная. Я вижу, что они хотели сделать. Вот сценаристы, что... Или Нил Дракон. Я не знаю, просто кто отвечал за сценарий. Скорее всего, он. Что они хотели сделать? Они хотели показать историю про месть. То, что жизнь... Ой, то есть смерть Джоэла обесценена тем, что она... Тем, что Элли не добила Эбби. Да нет. Наоборот. Если бы она добила Эбби, это бы ничего не изменило. Ну, то есть Джоэл уже мёрз. Она понимает... Она хочет отомстить, но она понимает, что есть... Элли понимает, если она убивает Эбби, это всё бессмысленно. Окей, она его бьёт. Что дальше? Что-то поменяется? Нет. И она видит, что Эбби, в принципе, уже всё равно. Эбби... Её это всё не интересует. Эбби всё это приняла. Она же в первый раз поняла, разве нет? Ну, может, ты поняла? Мне кажется, она пошла на всё это из-за... Из-за Томми, из-за вот дяди. Потому что она по... Не знаю. Видимо, он её как-то навострил. Но вообще, да, это немного стрёмный момент, что типа с первого раза как будто не поняла. Но саму идею я понимаю, играть 5к не стоит. Я бы не сказал, что стоит, не стоит. Этот флэшбэк, который только что показали, ни хуя не объяснил, на мой взгляд. Типа, блядь, догадайтесь сами, да? Не, я просто... Это всё понятно. Я просто, ну... Тут в определённый момент стала прослеживаться чёткая линия того, что Эль и Эбби, они очень похожи, друзья у них очень похожи. Они, да, они... Ну, как, не внешне, естественно. У них идентичная судьба, идентичная. Друзья, блядь, одинаковые, один в один, то есть отзеркаленные. Они их теряют, нахуй, примерно, плюс-минус похоже. То есть... Джоэл поводил Эбби, фу, блядь, Элли по музею космонавтики и, типа, стал для неё самым главным человеком. Этот... Как его, нахуй? Оуэн поводил точно так же Эбби по... Аквап... Аквап... Океанариуму, ёпта, и он был для неё главным человеком. Эбби убила Джоэла, Элли убила Оуэна. Убила, нахуй. Они друг друга, блядь, типа, ненавидят. Ну, то есть, всё зеркально, и в конце, типа, какая-то должна была из этого выйти мысль, но мысль вытекла, блядь, из другого, из уха Элли, наверное, когда пиздили. То есть... Есть два момента, в которых мои ожидания проебались. Это, во-первых, мотивы, по которым убили Джоэла, то есть, я ожидал что-то увидеть из его прошлого, а что-то охуеть какое мерзкое. Мне показали то, что я и так знаю. Ой, Джоэл убил, цикл, блядь, охуеть, сюрприз, блядь. И итог какой-то, ну, типа, я... Ну, изначально понятно было, что, скорее всего, поскольку вы играете из-за того и за другого персонажа, они явно друг друга не угандошат в конце. Ну, типа, какой-то вывод поинтереснее ожидал сейчас, чем какая-то пространная хуйня с непонятными воспоминаниями очередными. Понимаете, со стороны игрока, то есть, когда ты все это проходишь, когда ты не прочитал, блядь, сливы сюжетные, да, когда ты, ну, не прочитал в интернете середину и конец игры, а когда ты все проходишь, ты посмотрел все глазами Элли, точно так же посмотрел все глазами Эбби. Именно для этого, блядь, игра поделена почти на две равные части между этими двумя персонажами. И в конце игрок для себя как бы, ну, видимо, не все игроки для себя, но как бы они внутренне прощают Эбби за то, что она убила Джоэла. Это понятно. Типа, ну, ты не хочешь, чтобы объективно Эбби погибала в этой драке, но момент с тем, ну, тот миг, в который Элли ее прощает, он остался немножко загадочным, блядь. В стиле, типа, нахуй Дракмана, а, ёпта, двойственная, короче, загадочная, ахуй по мечу за концовка. Короче, как в первую часть спорили, что правильно ли он цикад убил, или надо было до тела препарировать, так в этой части, типа, все должны спорить, правильно ли было Эбби отпустить, типа, или оставить. Возможно, надо еще раз пересмотреть финальные, финальные эти кат-сценки, и я что-то упустил, потому что, бля, у меня уже нахуй мозг опул, блядь, от этого финального уровня, ёбнутого, откровенно. Продолжение следует... Что пьешь? Кофе. Кофе. Кружка-то самая. А где взял? У тех ребят на прошлой неделе. Тоже кофеечка была. Стыдно признаться вы, что он не обошелся, но... пить можно. Я бы разобралась с этим. Я знаю. И прекрати уже доставать Джесси насчет меня. Ладно. Дина. Она твоя девушка? Парень. Нет. Нет, она просто... Один поцелуй ничего не значит. Не знаю, зачем она так. Она тебе нравится? Как глупо. Слушай, я... без понятия, чего она там хочет, но... с тобой ей бы очень повезло. Какой же ты козел. Я не пытаюсь тебя... Я бы лучше умерла в больнице. И жизнь бы имела смысл. Откуда ты знаешь? Ты меня этого лишил. Дайте мне застрелиться. Если бы я мог вернуться в тот момент, я бы поступил точно так же. Какая же ты тупая. ну не тупая, ну блин, ну че с ней не так? Я просто... вряд ли смогу тебя за это простить. А-а-а! Ну, я попытаюсь. А-а-а! 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 Ладно. Увидимся. Да. У меня к вам вопрос. Если бы вы оказались в такой ситуации после апокалипсиса и выяснилось, что вы иммунны, вы бы отдали себя врачам, дабы спасти всю планету. При этом вы не были бы уверены, спасете вы или не спасете. что-то знаете, как-то пусто. Не знаю, мне просто... мне просто хреново. Я себя так не чувствовала отвратительно даже после первой части, когда Джоэл соврал Элли. Музон классная. Даже после первой части, когда мы узнали, что Джоэл соврал Элли дабы спасти. И мы такие думали, блин, не говори ей, не говори ей правду. И он говорит ей неправду. И мы такие думаем, а что будет дальше? И я все равно чувствовала какой-то... не знаю, восторг от первой игры, от первой части. А тут ты думаешь, какие же вы тупые женщины, вот две бабы. И при этом ты как-то более проникаешься в Эбби, что ли. Потому что она сказала, что она драться не была. Ну, в общем, не знаю, наверное, шестерочка. Пятерочка, шестерочка из десятки. Я не получила тех эмоций от... Я не получила. Я ничего не получила. Я получила пустоту, реально. Лех, спасибо огромное. Привет. что пьешь кофе а где взял у тех ребят на прошлой неделе стыдно признаться вы что он не обошелся на пить можно я бы разобралась с этом я знаю и прекрати уже доставать джесси насчет меня ладно дина она твоя девушка нет нет она просто один поцелуй ничего не значит не знаю зачем она так она тебе нравится как глупо слушай я без понятия чего она там хочет но с тобой ей бы очень повезло какой же ты козел я не пытаюсь я бы лучше умерла в больнице и и жизнь бы имела смысл ты меня этого лишил если бы я мог вернуться тот момент я бы поступил точно так же какая-то притянутая хуйня за уши да ну я про нее то что она все это как бы обижается до сих пор ну типа случилось и ладно я просто блять вряд ли смогу тебя за это простить ну типа да было давно уже простить пора тем более он для тебя все делает а тут как-то прям притянуто прям через чур сделали из этого какую-то прям трагедию что простить ну то что он ее спас тогда она обиделась на него из-за того что он ее блять спас тогда в больнице когда они хотели ее ебнуть чтобы получить эту от вирус короче почему они показали этот кадр сейчас с этим с джоэлом вот смотрите она в итоге его нахуй послала да то есть так они и закончили на том что у них отношения были не очень два пальца из десяти я этой игре даю тип сюжет говно без обид ребят вообще типа мне не понравилось к сожалению я думал что типа я буду рад я даже не знаю типа хочется плакать я не знаю за чего больше из-за того что обидно из-за того что типа такая игра или из-за того что типа джоэла же новый жалко конечно плака хочется больше из-за того что и слили игру блять реально все и все и и и и и и и и и что пьешь кофе а где взял у тех ребят на прошлой неделе а стыдно признаться вы что он не обошелся на пить можно и и и и и и и и и прекрати уже доставать джесси насчет меня и 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 Нет, она просто один поцелуй ничего не значит. Не знаю, зачем она так. Она тебе нравится. Как глупо. Слушай, я без понятия, что она там хочет, но... С тобой ей бы очень повезло. Какой же ты козел. Я не пытаюсь тебя... Я бы лучше умерла в больнице. И жизнь бы имела смысл. Ты меня этого лишил. Если бы я мог вернуться в тот момент, я бы поступил точно так же. Да. Я просто... Вряд ли смогу тебя за это простить. Но я... Надо ли ему это... Спасибо. Ну, надо, конечно. Я думаю, что просто... Ему главное, что она жива. Я не могу смотреть на него так. Да. Но, в принципе, игра, как я уже сказал, закончилась. Здесь могут остаться только те, кому интересно послушать мое мнение. Итак, что же я думаю о сюжете этой игры в общем? Он не работает так, как должен был бы работать, на мой взгляд. Так, как он изначально задумывался. И произошло это по огромному количеству причин. Это, знаете, как огромная куча ингредиентов хороших поместить вместе так, что они образуют нечто несочетаемое, невкусное. Невкусное. Вот, наверное, самое правильное слово. Сюжет был, знаете, таким парком аттракционов, где ты очень сконцентрирован на моментах ожидания в очереди. И потом, после того, как ты прокатился на аттракционе, ты такой, ну, окей, было весело, дальше что. То есть игра состоит из прикольных моментов, но которые, когда ты их вот на доску всех приклеишь, ты смотришь и видишь, что что-то не так. А не так прям вот очень много всего не так. И вот кто бы там не говорил про то, что все бомбежки, которые там в интернете происходят, значит, это игры. Нельзя отрицать, что если бы эта игра просто имела хорошую историю, люди бы не бомбили. У них бы просто не было бы повода бомбить. Потому что про первую игру не бомбили. Это была просто хорошая история. Просто и все. Про нее ничего нельзя сказать. Это была хорошая история. Здесь даже при том, что были утечки, были там какие-то спойлеры и так далее. Люди в итоге могли бы посмотреть саму игру, поиграть и увидеть, что, а, нет, все нормально на самом деле. Но нет, они увидели все-все-все-все-все косяки. Возможно, люди стали более придирчивы из-за различных сливов и различного бомбежа. Возможно. Но я, поскольку был от всего этого отстранен, я попал в игру абсолютно с девственными взглядами, с девственными глазами, грубо говоря. И увидел то, что увидел, и среагировал, как среагировал. Субтитры создавал DimaTorzok